Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас в нашей передаче Культурная среда Сегодня у нас сразу два гостя Струнники Виолончелистка, известная виолончелистка Ныне проживающая в Базеле А так, бывшая рижанка Илза Груделы Здравствуйте, Илза Здравствуйте И хорошо знакомый нашим слушателям Скрипач Один из лучших скрипачей в Риге Юрий Савкин Здравствуйте, Юрий Здравствуйте Собрались мы В такой интересной компании Благодаря двум концертам Которые состоятся 10 июля Один концерт в Домском соборе Соли Део Глория В котором принимает участие Вита Калнцема Это завкафедра Академии музыки Органистка И сопрано Виктория Пакалнеца И также барочная Вилончелистка Илза Груделы А Юрий Савкин Об этом концерте Мы будем разговаривать Во второй части концерта Во второй части нашей передачи И как раз будем Говорить уже о другой программе Не о Бахе И в первой части нашей передачи Мы разыграем билет На концерт в Домском соборе Соли Део Глория Где будет исполнена музыка Баха Вопрос такой Сколько струн у виолончели? И первый, ответивший правильно на вопрос Получит два билета в Домский собор Концерт 10 июля в 19.00 Наш телефон 672-12-939 Ну а сейчас мы будем рассказывать Уже о концерте Илза, какими судьбами Вы сейчас оказались в Риге? В Риге оказалось Потому что сейчас концерты в Базеле Не происходят Мой первый концерт будет Начало августа Приехала я сюда Чтобы побыть с моими родителями И да, просто побыть в Латвии Два месяца уже Я тут уже один месяц И еще один месяц тут буду жить Играть Поехать, посмотреть Латвию Мой муж и дочка тоже приедут Так что будем отдыхать в Латвии Расскажите о вашем концерте Который состоится 10 июля в 19.00 Концерт очень интересный И не только потому Что будем играть музыку Баха И не только потому Что будем играть в Дом Ригес Дуомс С шикарным инструментом Большим инструментом Зилперман Который Валькер Да Валькер Который просто Даже в контексте Исторических И То есть таких Больших инструментов Европы Один из Очень интересный Но вот кстати Вы играете на Барочной виолончели Она немного Меньше обычной виолончели И вот насколько Хватает звука В Домском соборе Ну мы будем смотреть Мне очень повезло С С Коллегой Витой Каунцием Потому что она Очень виртуозно Смотрит Какие регистры Можно поставить Очень Много Есть Конечно Вариантов И Поэтому этот инструмент Очень интересно С таким инструментом Играть И конечно Я не могу Сравнивать С моей Маленькой Виолончело Пиколо Даже с одной Как это Труба Да Органной трубой Это только Одна Четверть Может быть Да Так что Но Мне очень интересно Потому что Все эти вот Краски Которые У этого инструмента Это очень Такая большая Инспирация Для меня И Я буду Играть Виолончело Пиколо И он Звучит Очень Очень Благодаря Вот этой Пятой струны Да Которая Миструна Очень Такой яркий Очень светлый Вот такой Звук И поэтому Мы попробовали Уже Вчера Смотрели Как это звучит На репетиции Да На репетиции И это интересно Это непросто Конечно Но я не хочу Соревноваться Да Я Это уже С самого начала Конечно Я Не могу Конкурировать С этим Большим звуком Красивым звуком Скажите А сольно То есть вы будете Исполнять еще Сюиту Номер 4 Для виолончели Соло Иоганн Себастьяна Баха Будете играть Внизу Или наверху Я буду играть Одну Только часть Сарабанду Я буду играть Внизу А все остальные Пьесы будем Играть Наверху Я хочу Я хочу еще Сказать Что этот концерт Тоже Интересный Потому что У нас Планировался В марте Концерт В Капитулы Залы Совсем Другая программа Совсем Другие Инструменты Те же Самые Музыканты Но Как мы все Знаем Там Просто По часам Менялась Ситуация И я была Уже здесь В Риге Мы уже Репетировали Не знаю День до концерта Приняли Как это Лаймамс Что концерт Не происходит И поэтому Мы как бы Встречаемся Те же музыканты Но совсем Другой ситуации Другий инструмент Другая программа Но я очень рада Что это Удалось нам Так Все Переорганизовать И все Как-то так Сложилось Очень Да Я очень рада Этому концерту Дорогие друзья Мы разыгрываем Два билета На концерт 10 июля В Домском соборе В котором будет Принимать Участие Наши гости Илза Грудулая Виолончелистка И ответить Нужно на вопрос Сколько струн У виолончели Телефон Нашей студии 672-12-9-3-9 Ну и кстати Интересно То что в программе Помимо органа Виолончели Также будет звучать Еще и сопрано И подобраны Арии Как раз Для виолончели Пикколо На которой Илза Грудулая Сколько всего Будет арии Исполненной Вот этой Виолончели Пикколо Облигато У нас сейчас звонок Секундочку Мы ответим Алло Здравствуйте Здравствуйте Даже удивительно Что я Первая Позвонила Ну Если я Не ошибаюсь То Такой Классической Виолончели Четыре струны Но вот Сейчас Вот красиво Сказали про Пикколо Пятое Я такого Не знала Да У нас действительно Есть Представьте Пожалуйста Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Ирина Ирина Пожалуйста Позвоните По номеру Запишите Пожалуйста Номер 220 929 929 Да 00 Спасибо большое Перезвоните После передачи И я вам Сообщу Как забрать Пригласительные Билеты Спасибо большое Виолончель И орган Это лучшее Что может быть Спасибо Здорово Ну Билет мы Разыграли Простите Я Это для меня Первая опция Как пользоваться Телефоном В прямом эфире Вот Билет Счастливый Ушел В Домский Собор И Ирина Пойдет На концерт В Домском Соборе С участием Виты Каунцием И органистки Виктории Паковницы И Илзы Груду Груду Лавиалончелистки Виты Каунцием И также Исполнил Произведение Соло Наверное Самые популярные Произведения Это Таката и фугаре Минор И грандиозная Пасакали До минор И мне кажется Пасакали До минор В Домском Соборе Звучит Как Одно Из лучших По тембрам По регистрам Действительно Очень яркий Концерт Состоится 10 июля И там Будет Илзы Груду Играть Не на обычной Виланчели А на Виланчели Пикола В которой 5 струн И как раз Иоганн Себастьян Бах Например Написал Шестую Сюиту Для виоланчели Соло Именно для Пятиструнной Виоланчели Но До сих пор Исследователи Не пришли К выводу Для какого Именно инструмента Поэтому Многие Мучаются Играют На четырехструнной Кто-то Играет На пикол На пятиструнной И даже Я знаю Есть случаи Когда играют На виоле Де гамбо Илза Расскажите Как вы пришли Именно К барочному Инструменту Начинали С обычной Виоланчели Да Я училась Здесь В Латвии Сначала В Резекне В моем Родном Городе Потом В Риге Побывала В Хельсинки И Учила Модерную Виоланчель И Потом Так сложилось Что У меня Был Действительно Интерес К Хисторическому Звучанию Виоланчели И музыки Старойной музыки В общем И поэтому Я поехала В Женеву Сначала И потом В Базель Где я училась Старинной музыкой Говорят Что Базель Это Оплот Барочной музыки И там Несмотря на то Что городок Очень маленький Очень много Самых разных Именно Барочных Коллективов Вы Именно В оркестре Работаете Барочном Или как Сольный музыкант Я играю В оркестре Басо Контино Это моя Моя родина Музыкальная родина И я играю Обычно С одним Оркестром Барочным Капричо В Базеле Во всей Швейцарии И также Приглашают Меня тоже Другие Ансамбли В Швейцарии И в Европе Нет ли Какой-то Конкуренции Что если Работаешь В одном Коллективе То уже Сотрудничать С другим Уже Как бы Не очень Хорошо Не могу Так сказать Я не думаю В Базеле Очень много Музыкантов Всем хватает Работы И Очень много Оркестров Ансамблей Маленьких Групп Так что Я тоже Руководжу Кеслберг Ансамбль Тоже В Базеле Так что Это действительно Такой Как сказать Парадис Для Для Старинной Музыки Ну получается Что и Слушателей У вас Много Если Много Концертов Именно Барочной Музыки То значит У вас И ценители Есть Да Публика Конечно Очень Очень Много Знающая Так как Скола Контором Базеленцис Это Не только Школа Но Центр Музыки Там Есть Фестивали Старинной Музыки И Действительно Базель Это Город Культуры И Как бы Вот эта Старинная Музыка Занимает Большое Место В жизни В культуральной Жизни Базеле Дорогие Друзья Мы сейчас Рассказывали О концерте 10 июля В Домском Соборе Илза Грудлая Исполнится На барочной Виолончели Будет Принимать В этом Концерте Также Исполняет Вита Исполнит Вита Канцема И Виктория Паколнец Музыку Иоганна Себастьяна Баха В Домском Соборе Также Каждый день Кроме Воскресенья В 12 часов Проводятся Концерты Пикколо А каждую Субботу Прогулки По Домскому Собору С 8 До 10 Вечера И Можно будет Подняться И на балкон И посмотреть Как устроен Орган И походить Просто По территории Домского Собора Который на самом деле Является Уникальным Историческим Памятником По средам В Англиканской Церкви В 13 часов Проводятся Благотворительные Концерты Это если вы Желаете Вместо Обеда Вкусить Классической Музыке Каждую Среду В 13 В 13.00 Выступают И студенты И недавние Выпускники Академии музыки Ну и большие Профессионалы Всех Можно встретить В Англиканской Церкви По средам В 13 часов У нас сейчас будет Небольшая пауза После чего мы вернемся Уже к концерту С Юрием Савкиным С Илзе Грудел Прощаемся Благодарю вас За то что пришли Рассказали о нашем концерте Сейчас небольшая пауза Не отключайтесь Дорогие друзья Вернемся к культурной среде Микс Ньюс Дорогие друзья Продолжаем нашу передачу Культурная среда С вами я Елена Привалова В гостях у нас остался Юрий Савкин Скрипач И у нас замечательный И дуэт И трио с Юрием И мы приглашаем вас На концерт 10 июля Уже в церковь Святого Павла Если Илза Грудела Я приглашала на концерт В Томском соборе То мы Другую часть слушателей Приглашаем на концерт В церкви Святого Павла Где до этого Мы очень много Давали концертов Благотворительных Сейчас концерт По билетам Но программа Надо сказать На мой взгляд Уникальная Да Юра Да Вполне Очень разнообразная Как-то Сложилось Да Сложилось так Мы Два произведения Уже Исполняли Неоднократно Это Трио Райнбергера Сарабанда Из трио И мы как раз Впервые его играли В Домском соборе Да В этом году И потом играли В онлайн концерте Который мы устраивали В мае Во время карантина И там же Кстати Мы исполняли Чекону Виталия Которая Известна Для скрипки И органа А мы сделали Переложение Для нашего трио В котором Также принимает Участие Ирина Валикжанина Упускница Московской консерватории Мы сделали Переложение Для скрипки Виолончели И органа Вот Юр Как тебе Такое переложение Насколько близко И насколько это Имеет место быть Или все-таки тебе Ближе играть Только с органом Ну Должен сказать Что я привык Что это Произведение Исполняют В дуэте И в основном Я его слышал И сам играл В дуэте С фортепиано Я уже к этому Привык Сейчас Поскольку мы Довольно Нередко Исполняем Хотя Только в этом году У нас был довольно Хороший перерыв Что мы его не играли Все-таки В таком вот Понятии Дуэта Но Та идея Которая у нас Повелось Сделать В качестве Трио Это Это конечно Дало Большой плюс И фактуре Эту фактуру Аккомпанемента И всех этих голосов Сольных голосов В аккомпанементе Которые как раз Вот Перенимает Принимает на себя Вилончель И Эти голоса Можно гораздо Чутьливее слышать И получается Такая интересная Рельефность Гораздо более яркая А партитурная Она больше Она больше Выглядит Партитурно Даже вот Некоторые Побочные Явления Партии Я хотел сказать Скипки Они Раньше казались Даже чуть ли не Главными И Но С появления Вот это Голосоведение Партитурного Голосоведения Вилончель Даже получается Какое-то Другое Восприятие Этого Произведения Дорогие друзья Мы кстати Разбираем И на наш концерт Билет Два билета Телефон Студии 672 12 939 И вопрос Такой Какой Самый Большой Орган В Латвии Кто Первый ответит На данный Вопрос Тот Правильно Ответит Еще С поправкой Дополнение Что этот Орган Был Самым Большим В мире До 1912 Года До 1912 Года Этот Орган Был Самым Большим В мире Даже так И написано До сих пор Он сохраняет Статус Самого Большого В Латвии Телефон Студии 672 12 939 И Можно Выиграть Билеты На наш Концерт 10 июля В церкви Святого Павла Концерт В 19.00 А в программе У нас будет Иоганн Эсбрам С прелюдия Фуга Соль Минор Для Органа Христофор Кушнарев Пасакалия Для Органа Петр Личайковский Пять пьес Из цикла Времена Года Райнбергер Трио Для скрипки Виланчели Органа Также у нас будет еще Виталий Чекона И Очень интересное произведение Крейслер Прелюдия И Олегра В стиле Пуньяни А исполняет Наш сложившийся Трио Музыкантов Юрий Савкин Скрипка Ирина Валикжайна Виланчель И я буду играть На органе Программа На самом деле Когда я готовила Анонс И назвала ее Хиты И раритеты Потому что действительно Многие произведения Они на слуху И многим знакомы Редко звучащие Произведения Например Кушнарев Пасакалия Это композитор Начала 20 века Петербургский Армянского происхождения Написавший Два грандиозных Произведения Для органа У него есть Пасакалия фуга Фадия с минор Безумно сложная Но очень ярко звучащая Именно на больших Инструментах И Также он написал Еще сонату И Его учитель Иосиф Брауда Даже окрестил ее Это Самая лучшая Соната Для органа Тем самым Самым умолив Сочинения Феликса Мендельсона Бартольди И Конечно же Юлиуса Ройбки Конечно Кушнарев На мой взгляд Как органиста Не может Стать в одном ряду Но тем не менее Действительно Очень яркие Произведения И это Да Это и хиты Это и раритеты Но Это музыка Вся Которая На слуху И Которую Которую Можно слушать Без Слушательского Опыта Вот Юра Насколько Ты считаешь Что слушатели Перед тем Как пойти на концерт Должны Подготовиться Прочитать о Композиторе Или Это вообще Не обязательно То есть Уйдешь и получаешь Какое-то Первородное Впечатление Кого это интересует Некоторые Сразу С бухты Брахты Идут на концерт Если это Их заинтересует Хотя бы Бывает так Чтобы ознакомиться С музыкой Кто-то Что-то Сказал И Это Заинтересовало Некоторые Более Углубленно Изучают Скажем Какие-нибудь Новшества В программах Но это В основном Те Которые Уже Систематически Ходят Регулярно На концерты И С новой Программой Или с новыми Исполнителями Например Они Изучают Сейчас Слава Богу Есть Очень много Ресурсов Для этого В интернете Можно увидеть Изучить И Так сказать Ознакомиться С этим И У кого Как это Происходит Здесь Нет Никаких Каких-то Обязательных Правил Что надо Обязательно Изучить Ну Конечно Вот это Ознакомление Перед Концертом Оно Дает Больший Потенциал Так сказать Для Прослушивания Больше Понимания Этой музыки Тем не менее То есть Там все-таки Как-то Вот В этих Сетях Интернетских Можно найти Очень многого Интересного И поэтому После Ознакомления Уже Происходит Такой Дополнительный Интерес К этому Да И другое Восприятие Ну кстати Посмотреть Если имена Композиторов Нашего Концерта Петр Личаковский Аганас Брамс Композитор Не нуждающийся В представлении Ну хотя Вот тем не менее Вот опять же Чайковский Как-то странно Чайковский Орган Давайте-ка Посмотрю Что там Он для органа Написал Оказывается Ничего не написал Ну нет Кое-что написал Он использовал орган А вот использовал Да Он органную партию Орган в качестве краски В сцене грозы В симфонии Манфред При этом Петр Личаковский Был прекрасным органистом Он учился На кафедре органов В Станкт-Петербурге Замещал своего педагога В Лютуранской кирхе Но тем не менее Не захотел Написать ни одного Произведения Даже Для меня Как для органиста Очень обидно И цикл Времена года Который кстати Мы собирались Исполнять 14 марта И до сих пор Не можем Никак сыграть Из того Что этот концерт Мы ждем Мы ждем Когда же Разрешат Больше 100 человек Проводить мероприятия Мы Этот цикл Готовили По транскрипции Московского Композитора Александра Федоровича Гейдики Который сделал Переложение Для скрипки Виолончели И фортепиано Александр Федорович Гейдики Основоположник Московской Органной школы Он написал Много замечательных Произведений Для органа И в частности Например Серенаду Для органа Трубы Арфы И струнного Оркестра Еще у него Грандиозный Концерт Ре-минор Для органа И струнного Оркестра Очень напоминающий Немного Ре-минорный Концерт Иоганн Себастьяна Бах Который Конечно же Был Как бы Оказал на него Очень большое Влияние И Именно По этой Транскрипции Гейдики Мы подготовили Уже Свою Версию Для скрипки Виолончели Органа Немного Еще Усложнив Партию Фортепиано И Некоторые Переклички Опять-таки Перенаправив Скрипки И виолончели Такой Очень Интересный Получился На мой взгляд Цикл И мы Исполним Пять пьес Это Май Июнь Июль Октябрь И декабрь Такие Потому что В церкви Стоу Павла Очень сложный Инструмент В нем Есть запаздывание И поэтому Особо Виртуозные Произведения В трио Играть Чрезвычайно Сложно Потому что Нужно Очень-очень Много Сыгрываться К сожалению Много Репетиций Нам не дает Чтобы была Возможность Именно Подготовить Так вообще Каждый концерт С новым Органом Это для Трио Стресс Ну да Это как Разные Меры Можно Предположить Что может Там Получиться Но Вот как Ира Вчера на Репетиции Сказала Что такое Ощущение Что Взять Партитурии И Для Оркестра И Каждый раз С каждым Концертом Что-то Другое Должно Играть Да И у нас Ирина Валикжайна Как раз Такой Взяла на себя Замечательную функцию Записывает Все наши Репетиции Потом Отслушивает И вносит Коррективы Где нужно Органа Меньше Где больше Потому что Действительно То как Звучит Внизу Совершенно Отличается От нашего Восприятия Когда мы Находимся Наверху Причем Радикально Радикально Совершенно Радикально Я бы Хотела Рассказать Еще об одном Произведении О котором Мы начали Рассказывать С Юрием Савкиным Которым Будем Играть 10 июля Это Чекона Томаза Виталий Для Скрипки И органа Это произведение Написанное В эпоху Барокко И единственно Дошедшее До нас Композитор Томаза Виталий Из-за этого Есть Всякие Интинуации И говорят Что возможно Это сочинение Которое Кто-то Написал В 19 веке Уже Например Фердинанд Давид Композитор Начала 19 века Который Сделал Свою Версию Чеконы Для Скрипки И органа Она Достаточно Академичная И Сделана В порочном Стиле Достаточно Проста В исполнении А вот Французский Скрипач И также Композитор Леопольд Шарлие Пошел Еще дальше Он Сделал Виртуознейшую Скрипичную Партию Включив Мне кажется Все возможные На то время Как бы Штрихи И возможности Скрипки Вот как Юр думаешь Если бы В 21 веке Кто-то Решил Дописать Чекону Появились бы Новые вариации Еще более Сложные Чем Те Которые Есть Я думаю Это не то Произведение Где нужно Изгаляться В технических Возможностях Раз Вот их Шарли Просто Обогател Он Там еще Далеко До Того Потолка Совершенства Скрипки Чтобы Она Достаточно Виртуозна Она Достаточно Виртуозна Но Тем не менее То что написал Шарли Это Такое Романтическое Обогащение Этого Произведения Но конечно Вот это Обогащение Требует Больше Средств Таких Технических Исполнительных То есть если бы Паганини Делал обработку Это было бы Гораздо сложнее Я не думаю Что бы Ну Может Я имею ввиду Именно скрипичное Потому что Если посмотреть Скрипичное Фактур Да Ну хотя Я затрудняюсь Я не могу сказать Это коллегорически Но я думаю Что если бы Например Эрнст Немецкий скрипач Сделал обработку Только место Там все было бы В октавах Все было бы В октавах Дорогие друзья Так же как Он написал Свой концерт Скрипичный Вот как Лирические Какие-то Приведения Это все в октавах Дорогие друзья Мы разыгрываем Билет На наш концерт 10 июля В церкви Стоу Павла Юрий Савкин Скрипка Ирина Валикжайна Волончели Я буду играть На органе В программе У нас Райнбергер Чайковский Браунс Крейслер Витали И вопрос Такой Какой Самый большой Орган В Латвии Телефон Аллегра В стиле Пуньяни Что это За сочинение Юр Ну Это его Монументальное Сочинение Самое Монументальное В моем Представлении Одно из самых Монументальных Такого Неоклассического Необорочного Неоклассического Такого Стиля И вот Как раз Он Самое Подходящее Самое Подходящее Предведение Которое Можно И хорошо Играть С Сорганом Я слышал Записи Тоже Сорганом Но ансамбль Юлия Ринентовичи У нас Исполняли Свое время Это было Очень Так Вообще Это необычно Для Крейслера Писать Такие Произведения Хотя Он Очень Увлекался Такими Стилизациями Вот Стиле Бетховена Как у него Есть Произведение Для скрипки И Вот Тортидни Вариации На Тему Карелли Одни Из Этих Произведения Вообще Крейслер Он Это Особая Ступень В скрипичном У нас Юра Звонок Давайте узнаем Какой самый большой орган в Латвии Здравствуйте Добрый день Самый большой Это в Домском соборе орган К сожалению Это не в Домском соборе орган Ждем следующий звонок Сейчас расскажем В Домском соборе у нас установлен Не самый большой орган в Латвии Вот уже есть подсказка А разыгрываем мы два билета на наш концерт 10 июля В 19.00 В котором выступает наше трио Юрий Савкин Ирина Валикжанина И я Елена Привалова Разыгрываем два билета Вопрос такой Какой самый большой орган в Латвии Телефон 672-12-939 Мы продолжаем обсуждать нашу программу И кстати Мы говорили о Прелюдии и Аллегра В стиле пуньяни Фрица Крейслера Это сочинение Которое Самые яркие скрипачи Играют в музыкальной школе В старших классах Это прям такая визитная карточка Да Он входит в репортаж Практически Очень многие скрипачи В таких специализированных Музыкальной школах Практически каждый играет Еще в музыкальной школе Ну Бывает что и в училище Но в основном Это вот где-то когда Я по-моему В 13 лет играл Где-то так И Это был первый И последний раз Или ты потом еще играл Первый и последний раз Я заметила Что я частенько тебя Сподвигаю на исполнение Произведений Или которые ты Очень-очень давно играл Или которые ты вообще Еще ни разу не исполнял Да Кстати Вот репертар Он у меня обогатился Вот с того времени Когда мы начали Музицировать Уже даже Сонату Баха Для скрипки соло Которую я уже Решил И не играть Как-то я не знаю У меня были Не очень хорошие Воспоминания Об этом Может из-за этого Или мне показалось Что Какой-то Творческие отдачи Внутри я не ощутил И решил Не играть Баха Например И тем не менее Было Великолепно И вот с нашего С нашей встречи С нашего знакомства Я все-таки Решился И сейчас Вот эту сонату Я держу В репертуаре И также Очень многие вещи Которые Имеются Скипчатки Которые Я их не играл Дорогие друзья Подсказка такая У нас Юрий Савкин Нережанин Он родился В другом городе Латвии Именно в этом городе Находится Самый большой Орган Латвии Это орган Который строили Специально Чтобы он был Больше Домского собора И чтобы он был Самым большим В мире И он эту планку Выдерживал До 1912 года Это уникальный инструмент На котором В котором Также уникален Еще и строй Обычно все органы Ниже строй Чем мы привыкли А этот орган На полтона выше У него Прекрасная Барочная Архитектура Но у нас Есть звонок Может быть Кто-то угадает Алло Здравствуйте Здравствуйте Ну Раз это Не в Риде Находится То и Раз В Оппонент Родился В другом городе Скорее всего Это Лепая Все правильно Да Вы выиграли Это органы В Лепая Органы Святой Троицы Органы Несколько регистров Превышающие В мире Сейчас нет Не самый большой Конечно Мы говорим Что до 1912 года Подскажите Как вас зовут Пожалуйста Меня зовут Татьяна Татьяна Запишите Мой телефон Пожалуйста А можно Этот билет Кому-то отдать Другому Конечно Можете Просто я вам Расскажу Нет Я имею ввиду Вы сами Отдаете Хорошо Спасибо Что ответили на вопрос Спасибо До свидания Ну вот Дорогие друзья Теперь вы знаете Где установлен Самый большой орган В Латвии Это Липа И вот Юр Такой вопрос Ты играл Со многими органистами В Латвии И на большом количестве На самых разных органах Какой больше всего орган Любишь ты Более того Я замечала в фейсбуке Как ты еще иногда И поигрываешь на органе Вот с каким тебе Больше всего нравится Играть самому Как скрипачу И какой ты любишь Еще вот так Помузицировать на органе Я всегда восхищаюсь Домским собором Но Есть такая особенность То что в Домском соборе Все нужно играть На два Порядка Медленнее Артикулирование И Подчеркивая К сожалению Но я всегда Вот когда я прихожу В Домский собор Я всегда восхищаюсь Этим инструментом Постоянно Сколько раз Я там не был Я всегда Вхожу в какой-то Резонанс С этим инструментом Ну и скажи что Ну и интересный Очень интересный Инструмент Конечно В звучании Мне И нравится играть И мы играли Это в старой Гертруде В церкви Старой Гертруде Фантастическое звучание Какое-то вот такое Как будто Звук Исходит Из каких-то Недр Глубин И заполняет Все Пространство Как у себя Это звучание Его фантастическое Да Это орган Тоже Это орган Заур Как раз В Гертруде И это Наверное Третий орган По значимости В Латвии Хотя Наверное По значимости В Риге Вот И наверное Даже второй Потому что Томский Потом наверное Заур Как раз В Гертруде Дорогие друзья Я хотела бы вам Еще рассказать О нескольких концертах То есть Культурная жизнь В Латвии Наконец-то Оживает И эта пятница Она В том формате Когда Можно выбрать Можно пойти В Домский собор Послушать Виту Каунцуему Илзе Грудала И Викторию Пакалнец С музыкой Баха Можно пойти В церкви Стоу Павла Послушать Наше трио Музыка Хиты Раритеты Чаковский Райнбергер Крейслер Брамс Витали А можно пойти Также 10 июля В Зеленый театр Межапарк Где будет выступать Известное трио Теноров Латвийского оперного театра Это Раймонд Браманис Михаил Чульбаев И Юрий Висбулес Программа Аревидерчи Рома И с ними В программе От Итальянских Мелодий До Джазовых композиций И для Трио Сделал Замечательные Аранжировки Известный Перкусианист Андрей Пушкарев 11 июля В церкви Святого Иоанна Ольга Пятигорская Сопрано И Иоланта Баринская Исполняют Программу Ава Мария Произведения Моцарта Вивальди Баха Качини 16 июля Опять-таки В Домском Соборе Очень интересный Концерт Старинной Музыки Айго Рейнис Орган Латвийский Хор Радио Хор Латвийского Радио Простите Дирижер Каспар Путнич В программе Ренессансная И барочная Музыка Это вот то О чем мы говорили В начале Концерта Что каждый день Звучит в Базеле И достаточно Редко Звучит в Риге Это Иоганн Себастьян Бах Конечно А также Мне кажется Неизвестный Широкая Аудитория Жаскен Дипре Томас Луис Де Виктория Такая Необычная Программа К сожалению Наша Программа Подходит К концу У нас в гостях Юрий Савкин Частый гость Скрипач На мой взгляд Один из самых лучших Скрипачей В Риге И благодаря его Вдумчивому подходу И Музыканты Как часто говорят То как Охватывает форму Когда ты захватываешь Публику С первой ноты И держишь Внимание До самого конца Вот этими качествами Отличается как раз Юрий Савкин И солировать Он будет Не только Как в качестве Трио Будет два произведения Где именно Скрипка соло Это Фридс Крейслер Прелюдия Олегра Стиле Пуньяни И Чекона Томаза Витали Сульмино Оба грандиозных Ярких произведения Которые показывают Как скрипка Может звучать Так же мощно И в то же время Лирично На самом деле Скрипка Наверное Все-таки Один из лучших Инструментов Да Юра Ну Как сказать С лучших Вот так С таким определением Не скажешь Все лучшие Инструменты Ну ладно Лучшие инструменты Орган Лучшие инструменты Орган Дорогие друзья С вами была Елена Привалова Юрий Савкин Наша культурная среда Заканчивается Ходите на концерты Классической музыки До свидания